Здравствуйте, я Наталья Некрасова, с автор школы машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. После провязывания пледа с изнаночной стороны стоит очень много хвостиков от смены цвета нити. Соединительные линии достаточно аккуратные, они не вызывают никаких отрицательных эмоций, а вот хвостики мешают. И сейчас мы с вами уберем эти хвостики. Смена цвета, узелок завязан, можно убирать белый цвет в белую нить, в красный цвет, в красную. Есть красная нить, есть белая. И здесь точно так же есть красный цвет, есть белый. Берем красные протяжки. Пропускаем петлюловитель внутри, узелок завязан, и вытягиваем красную нить. Есть белый цвет. Точно так же пропускаем петлюловитель. Белую нить, белые протяжки. И вытягиваем нить. Немножко подтянули. И можно отрезать. От хвостиков не осталось и следа. Таким образом можно убирать любое количество нити. Тем более, что возле каждого хвостика, который мы будем убирать, у нас находятся протяжки нужного цвета. Белая, белая. Немножко неудобно с этой стороны. Подтянули. Отрезали. Здесь у нас были хвостики. Даже следа не осталось. Таким образом можно убрать все хвосты. Это занимает, конечно, какое-то время, но у нас остается абсолютно чистый плед. Причем с изнанки он выглядит достаточно нарядно. И, в общем-то, даже изнаночную сторону можно использовать как основную. Если это видео было вам полезно, нажмите «Нравится», поделитесь с друзьями. Подпишитесь на наш канал, чтобы вы в курсе всех обновлений. Обязательно приходите на бесплатные вязальные посиделки. И жду вас в нашей школе машинного вязания, где мы обучаем стремительному освоению абсолютно любой вязальной машины с нуля. Ваша Наталья Некрасова.